Всем здравствуйте! Всем отличной недели! Как ваше настроение? Сегодня мы с вами смотрим расклад в потоке. Выбирайте позиции. Первая, вторая, третья. Голубой, красный, зеленый камешек. И мы с вами посмотрим, что нам скажет поток сегодня, о чем поведает. Отодвигаем позицию вот сюда. Позиция номер один. Голубенький камешек. Смотрим. О чем нам сегодня скажет поток? Прекрасно. Вообще поток здесь говорит о состоянии радости, про исполнение желания, про удачу, про везение. Возможно, для кого-то здесь неожиданные подарки, в том числе и финансы. Причем большая, такая достаточно крупная сумма, но она неожиданная. Для кого-то здесь, значит, три грации изображены, три дочери. Зевса. Возможно, речь идет о красоте. Для кого-то сейчас посередине, как говорится, зимы, либо начало зимы, наступает весна. Да, здесь очень много радости, исполнение желаний. Что, о чем еще здесь идет поток. Скорее всего, что-то произошло в вашей жизни, что долгое время как-то не развивалось, что долгое время забирало у вас силы. Причем силы, которые о чем-то вы здесь думали. Очень много думали. И вот эти мысли не давали вам как-то действовать. Здесь такой, не знаю, какой-то праздник. Вот мне идет какой-то праздник, день рождения. То есть, если у кого-то дни рождения, поздравляю. Веселье, вот исполнение желаний. Очень много света, солнца и, не знаю, каких-то разноцветных шариков, что ли. Так, о чем? Ну, здесь, смотрите, здесь речь может еще идти про какие-то вот действительно предложения, подарки, поездки. Причем здесь дорога недалекая, здесь дорога близкая. Здесь как вы можете куда-то поехать, да, так вот прям неподалеку куда-то, так и к вам кто-то может приехать издалека. Но, скорее всего, здесь вы куда-то едете, предложение. Вот именно предложение на, куда-то на отдых. Да, вот какая-то встреча, да, где есть много людей. Что-то вы здесь празднуете. Что же вы тут празднуете-то? Пятерка Пендакли говорит о каких-то трудностях. Здесь как будто бы, знаете, завершение каких-то трудностей, завершение какого-то кризиса, завершение какого-то испытания. Но здесь исполнение желаний идет, да. Что вам нужно знать здесь? Что вам нужно знать здесь? Что пришла пора, когда вы можете, вот как-то, знаете, порадоваться за себя. Порадоваться за тот путь, который вы прошли, да. Здесь вот прям финишная, даже не прямая, а финиш. Финиш как таковой, да. Вот вы получили тот результат, который вы хотели. Вы здесь радуетесь. У каждого этот результат свой. Кого-то он может касаться финансовой стороны вопроса, кого-то может касаться именно красоты праздника. Но здесь вы добились какого-то результата. И вам он прям нравится. Здесь вот хочется сказать, окунитесь прям в это ощущение состояния наслаждения, что вы смогли, вы смогли, вы большой молодец, можете себя за это похвалить. Что еще? Знаете, вот это состояние, оно вас как будто бы приводит еще к каким-то новым желаниям. Здесь как минимум еще одно желание у вас появилось, которое имеет какое-то отношение к достижению вашей цели. То есть вы чего-то достигли здесь, да, и ощущение того, что «А теперь я хочу вот это». Как человек, который вот как-то, знаете, поверил в себя, что ли. У вас здесь появилась, поднялась самооценка, и вы как будто бы себе разрешили чуточку больше. Здесь человек, который говорит, «Я не знаю, вот я что-то сделала себе, а теперь я хочу вот это, да, а теперь я могу позволить себе вот это». Не знаю, может быть, получили какой-то диплом, к примеру, а теперь я могу позволить себе там либо какое-то повышение квалификации. И вы говорите, «А теперь я могу себе позволить там работать вот в этом месте». Либо, я не знаю, работа моей какой-то мечты. То есть здесь что-то новое появляется, здесь помимо, причем очень хорошее. Так, оглядка на прошлое, что? Здесь какие-то изменения, да, изменения здесь, вот знаете, вы как будто бы стали другим человеком, вы изменились, и через ваши новые изменения вы смотрите на призму, вот, скажите, не на призму, а на ваше прошлое, да, обращаете свой взор, и вам кажется как-то, знаете, смешным что ли, может быть, наивным. Как я мог в это верить? Вот как-то здесь, знаете, как будто бы повзрослевший человек смотрит на себя и удивляется. Неужели я такое говорил, да? Вот бывает такое, знаете, я не знаю, например, выпьешь, и по пьяни можешь что-то сказать. А потом вот вас кто-то записал, и на следующий день вам показали ваши слова. И вы, да не может быть, я такого не говорил, ну как так, ну вот же, это твои слова, вот мы же тебя записали. Да неужели я такое говорю? Вот, знаете, вот здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы не верите, да. Неужели это я был? Что-то здесь у вас произойдет такое, что вы настолько сильно в себя поверите, что у вас будет настолько какие-то внутренние изменения в вашем состоянии, вы настолько будете уверенным в себе человеком, человеком радостным, здесь не просто уверенность такая, знаете, какая-то надменность и высокомерие, нет. Здесь какая-то радость от того, что это я, знаете, вот иногда выиграли что-то, и вот вам не верится, то есть я не верю. Это хорошо, да, вот этот результат, он уже у меня, как говорится, в руках. То есть я уже выиграл вот этот лотерейный билет, я до сих пор не могу поверить, что это я. Неужели так сильно удача? Здесь удача улыбнулась вам, что вы такого сделали, что вам улыбнулось? Удача. Ну, вы очень долго страдали, очень много причем страдали, переживали, много несли на себя. Здесь вот как будто, вы знаете, хочется сказать, по заслугам. По заслугам с хорошей точки зрения. То есть вот знаете, как-то много-много работали, во что-то вкладывались, как-то вот что-то делали. Разможно очень много делали для других людей. И здесь как будто бы вселенная вам собрала, то есть вот сделала перерасчет, посмотрела, вот то столько ты вкладывался в другого человека. А теперь получай. Получай что-то хорошее, позитивное. Только если вы вкладывались в каждого человека понемножку, то вот это вот понемножку-понемножку собралось, и получился целый такой мешок, зерен, и вам говорят, вот тебе целый мешок. То есть ты давал понемножку, а получаешь сразу все. За все свои былые переживания, расстройства. Так, а что еще? Аркан изобилия. Да, вот здесь, знаете, как-то для кого-то будет касаться, еще расскажу, для кого-то здесь тема финансов, финансовая сторона вопроса, а для кого-то здесь именно тема красоты. Тема красоты, тема вот изобилия, но почему-то не идет красота, и все, я не могу понять. Это вот как-то связано с вашей внешностью. Что-то такое вот вы сделаете так для себя. А если мы говорим о финансах, то о чем здесь речь, король Пендакли? Кто-то может, возможно, вступить в какое-то партнерство, сотрудничество очень хорошее в профессиональной сфере, что даст вам плоды. Может быть, найдете поддержку, может быть, найдете соратника, единомышленника, человек, который вам, знаете, поверит в вас и поддержит. Причем не потому, что есть какая-то выгода в вас либо заинтересованность, а просто у вас одинаковые ценности. У вас схожий взгляд, и вы так же нужны этому человеку, как и он вам. И вот вы вместе как будто бы идете в одном направлении. Очень много сомнений было у вас здесь и переживаний по поводу того, что получится ли идти вперед, да или нет. Куда вы идете? Да вы идете в позитивное, такое, знаете, в светлое, хочется сказать, будущее. Энергия от этого расклада, в этой позиции говорит о том, что я не верил. Вот здесь красной нитью проходит какое-то недоверие, неверение, что вот я не верю в свою удачу. Не потому, что вы считаете себя неудачником, а потому, что то, то, что вы получили, это вот как будто бы из сферы невозможного, какого-то такого нереального. И вот вы как будто бы до сих пор не можете прийти в себя. Здесь об этом речь идет. Вот вам какую-нибудь рекомендацию, то есть мы поняли, о чем здесь речь. Какую-нибудь рекомендацию, что-нибудь, совет. Знаете, здесь как будто бы речь идет о том, что наслаждайтесь, наслаждайтесь теми новыми процессами, которые входят в вашу жизнь. Причем, знаете, те новые состояния, в которых вы сейчас будете как-то адаптироваться, да, вот по аркану солнца. Солнце, ведь самый первый аркан выпал, это большая-большая удача. Вот здесь ощущение того, что новые вот эти вот переживания, да, радостные, позитивные, которые у вас есть, они понесут за собой в дальнейшем и другие последствия. Хочется сказать, знаете, как человек, который долгое время жил дома, и вот наконец-таки он вышел на улицу, ему настолько хорошо, настолько понравилось на этой улице, на этом свежем воздухе, что он там решил, что теперь я буду, там, я не знаю, больше находиться на улице, буду ходить какие-то пешие прогулки, он это делает. То есть как будто бы здесь открываются какие-то горизонты, но не в плане возможности, что вот у вас появились какие-то возможности, а вот это вот ваше внутреннее состояние, в котором вы находитесь, оно настолько вас окрыляет, что на этой волне вы начинаете замечать что-то новое. Я не знаю, это вот очень похоже, как на модный приговор какой-то, да, то есть вот одевались в одном каком-то стиле, а тут вдруг вас приодели, да, вы ощутили в себе вот эту вот красоту, изящество, что, блин, ну оказывается я еще ничего, да, оказывается есть еще на что посмотреть, оказывается я еще и красотка. И вот как-то вот, знаете, восприяли, хочется сказать, духом, да, поднялась ваша самооценка, и вы так это, знаете, разыграете, пойду-ка я себе еще несколько стилей куплю, да, и вот вы покупаете себе новую, допустим, одежду вот в этом новом стиле, на этой новой волне, да, на вас стали обращать больше внимания, вам вдруг неожиданно предложили какую-то работу, вы там познакомились с кем-то, я не знаю, друзья вспомнили о вас и пригласили в какое-то путешествие, то есть как будто бы ваша жизнь начинает постепенно меняться, но первично это то, что у вас произошло. Напишите потом мне, что за солнышко случилось в вашей жизни? Так, это у нас была первая позиция, единички, я вас поздравляю, долгое время у вас, вообще, мне кажется, в этом году, когда я говорю про потоки, я говорю о том, что у вас идут перемены, но вот именно такого состояния радости я еще не ощущала, я вам говорила о том, что у вас будут перемены происходить, да, что-то случится в вашей жизни, то есть вы можете отмотать несколько потоков назад, я не знаю, два-три потока, вот, ну, примерно где-то с лета, я говорю о том, что у вас будут очень серьезные перемены. Так, вот уже, как говорится, если кто-то, здесь, скорее всего, в большей степени уже это проживает, вот, и процентов там, я не знаю, 25, то, что вас ожидает, ну, то есть не у всех одновременно. Красный камешек, Войчки, смотрим. Так, Королева Жеслов у нас выпала, да? Отшельник, Восьмерка мечей, сейчас я вам расскажу. Здесь у вас как будто бы какие-то перемены произошли, вы как будто бы искали какой-то ответ, как выйти из, либо череда каких-то неудач в вашей жизни, да, либо каких-то трудностей, сложностей в вашей жизни. И вы искали ответы на вопрос, и ощущение того, что вы как будто бы с чем-то определились, нашли какой-то ответ очень важный для себя, и после этого произошли изменения, то есть ситуация изменилась, и она стала, то есть в ней появилось некое такое развитие. Но это все явилось следствием того, что вы внутри изменились, то есть вы ушли у меня от Кубковой Королевы и превратились в Королеву Жеслов. То есть такого человека, знаете, позитивного, яркого, подвижного, харизматичного, такого добродушного, щедрого, не то, что у вас этого не было, но вы были более, как-то, вы знаете, таким серым кардиналом, не очень-то и заметным. А тут произошли какие-то перемены, вы как будто бы стали более яркими, как-то больше стали находиться среди людей, больше общались, больше действовали, вот появилась какая-то подвижность. И вот эта вот подвижность, она как будто бы запустила внутри вас, но это у вас идет неосознанно. Какой-то процесс, вы искали ответ на какой-то вопрос, который долгое время вот как-то вам не давал покоя. И вот из-за того, что вот вы как будто бы изменились, вы этот ответ, нашли. Вы пришли к гармонии, к двойке кубка, вы пришли к внутреннему балансу. После этого все началось развиваться так, как и нужно. То есть пошло какое-то движение. Но я хочу понять, какой ответ, что вы искали. Искали, как вам дальше двигаться. Да, как вам дальше двигаться. Вы как будто бы поняли, что вот больше я не хочу закрываться, а вообще искали ответ на вопрос, как мне научиться отстаивать себя. Как мне отстаивать свою точку зрения. Как будто вам захотелось выстроить свою жизнь по-новому. У нас выпадает здесь император. Вот вы как-то подзрослели. Подзрослели и стали более ответственным человеком. Я здесь реально не узнаю двоек, потому что двойки у меня были такими мягкими, восприимчивыми, пассивными. А здесь вот как-то вот неожиданно, да, ну то есть представляете, из королевы кубка вдруг превратились в император. Такие достаточно мужские энергии, да, тут еще и королева жезла. Такие уверенные в себе люди. Вы захотели измениться, и вы изменились, да, и вы изменились. Причем вы не хотели как-то, знаете, стать жесткими, да, то есть, ну, сменить полюс. Допустим, от минуса перейти в плюс. Нет, а вы хотели это сделать как-то гармонично. Сделать, измениться так, чтобы и вам нравилось, да, таким, каким вы были ранее. И чтобы и другим людям, да, было комфортно. То есть вот как-то соединить, хочется сказать, и интровертность, и вашу экстравертность. И у вас это получилось. Вы нашли для себя понимание, как правильно выстраивать границы, да, то есть как можно разговаривать с людьми, как обозначивать, что можно, а что нельзя, что допустимо, а что нет. И у вас это очень хорошо получилось. О чем нам говорит аркан влюбленных? О том, что вы как будто бы, знаете, увидели, увидели, почему у вас не получалось общение с другими людьми, почему, возможно, они вас не понимали, да. Здесь, знаете, у меня хочется сказать, что такое чувство, что кто-то ходил к психотерапевту, да, если не к психотерапевту, то как минимум к психологу, либо человеку вспомогательной профессии, где вам объяснили, либо вам показали что-то, и вы в себе разобрались. Здесь вы очень сильно повзрослели, и вот этот вот ваш процесс взросления связан с тем, что вы увидели свою детскую позицию. Здесь было проделано очень много работы, да, здесь, причем работа не в плане самокопания, а вы как будто, вы знаете, вот маленький ребенок, он не понимает себя до тех пор, пока он не подойдет, например, к зеркалу и начнет смотреть свое отражение. То есть мы себя познаем, свое тело, как маленькие дети, через свое отражение. То есть мы смотрим на свое отражение и понимаем, ага, вот это руки, вот это ноги. Вот здесь нечто аналогичное в вашей жизни произошло. Вы посмотрели на себя в отражение и стали понимать, что окей, здесь я поступал как-то не так. И вот, то есть то, что вам казалось ранее нормальным, вдруг взглянув на себя в зеркало вы поняли что а как-то это действительно кажется странноватым то есть если раньше люди со мной не общались это ведь они были правы потому что что-то я себя вел как-то странновато но мне казалось здесь понимаете вы чё фишка когда вы смотрите на людей на мир вы смотрите изнутри себя то есть ваш взор идет изнутри наружу а здесь вы как будто бы посмотрели на себя снаружи внутрь то есть вы посмотрели не знаю вошли допустим позицию вашего оппонента либо какого-то человека посмотрели на себя со стороны и вам как-то знаете какую-то ситуацию может быть проанализировали подумали почему я так странно действую почему я так странно поступаю иногда это очень напоминает то что вот когда вы себя записываете дам там на телефон на камеру потом смотришь и думаешь а почему у меня такой странный голос либо начинаете замечать что у вас есть какие-то там нервные тики потому что я никогда на это не обращал внимание а тут вы знаете вот вы как-то на себя посмотрели может быть действительно кто-то себя увидел в соцсетях какое-то свое видео либо какой-то свою фотографию и здесь не в плане критики осуждения а мы посмотрели на себя вот как-то по-другому и увидели то что ранее возможно вам говорили но вы от как-то вот отрекались на отказывались от этого почему потому что вам казалось что люди не правы что во мне этого нету то есть они вам указывали на какое-то ваше качество возможно на какую-то вашу манеру поведение обговорение такого не может быть а тут вы вдруг посмотрели и глазами на себя и сказали оказывается это так вот после того как было вот это вот знакомство с собой вы захотели что-то изменить и у вас это получилось причем заметьте произошло это не не насильственно а это произошло как-то естественно и очень быстро да то есть вам не надо было прикладывать усилий вам достаточно было как-то вот посмотреть на себя чужими глазами да вот как-то со стороны и у вас как будто бы вот это вот отрезало если было какая-то другая привычка ну другая и плохая какая-то привычка вы как-то посмотрели на себя стороны и сказали блин а гид и так оно из на самом деле его и зачем я так делаю весь входici кому-то поступаю зачем и так делаю и вы прекратили это делать и у вас произошло вот таким образом вы нашли вот ответ на вопрос который вас очень долго мучил ответ был он достаточно прост то есть вы искали внутри себя копали а вам надо было зайти в другим углом то есть извне как то посмотреть и вы изменились так хорошо для чего нам эту информацию показывают потому что это было для вас загадкой это было для вас тайна вы не могли найти ответа на этот вопрос вот причем очень долго мучились возможно для кого-то то о чем я сейчас рассказала являлась страхом достаточно долгое время не может быть у кого-то были панические атаки и вы не понимали в чем причина откуда корень почему это пошло еще для чего нам это показывают что нам нужно знать что на самом деле что-то выбирать это не так-то и плохо а камера говорит о том что здесь ваша работа если вы хотели подтверждение закончилась ли ваша работа да здесь ваша работа закончилась достаточно успешно так так а семерка кубов почему нам здесь говорит ну а вам дали шанс на вам дали шанса пофантазировать помечтать о чем-то таком новом здесь такое ощущение знаете что вы получили то отчего вы когда-то представляли либо каким и какой вы себя видели когда-то и представляли у вас у вас был какой-то некий идеал и вы как будто вы к нему шли и у вас это получилось да то есть вам дали вы захотели это и вам это дали для чего нам это говорят ну здесь как будто бы знаете подтверждение а в плане того чтобы хвалить и себя похвалить и себя порадуйтесь разделить им то есть я я тоже разделяю с вами эту радость для вы молодцы вы хорошо потрудились и вот здесь вот подтверждение идет о том что вышли в правильном направлении но мне кажется вас даже сомнений не было здесь что-то произошло причем произошло очень быстро но найти вот как инсайт бывает какое-то вот озарение вспышка не сайт и потом после этого все пошло по-другому да вы стали другим человеком здесь реально такое ощущение что какая-то вспышка произошла и вы стали утром и стали другим человеком не знаю может быть хотели бросить какую-то дурную привычку там есть на курить к примеру либо есть по ночам и у вас не получалось и вот вы как будто вы взглянули как-то на себя не знаю может быть у кого-то здесь были например там астральное путешествие человек вышел как-то из тела посмотрел на себя увидел свое тело лежащее и посмотрел и ужаснулся на что угол какое оно большое не мне такое большое не надо и все а на следующее утро проснулся и и как-то и есть как-то перехотелось и аппетит пропал и постепенно постепенно ушли килограммы то есть что-то такое здесь в таком формате поэтому здесь речь идет о том что вы молодцы вы получили то чего вы хотели вы это заслужили но и плюс ко всему здесь вам опыт говорит о том что здесь как будто бы если вы сделаете правильный вывод то вы увидите как в дальнейшем можно получать своих результатов которые вы хотите таким же путем как вы получили сейчас то есть вот этот вот способ смотреть на себя как-то со стороны вот так как вы сделали он как будто бы поможет вам в дальнейшем моделировать все что вы хотите я не знаю о чем это вот надеюсь вы знаете мне про это напишите расскажите но здесь как будто бы вот это вот опыт он вам помог показал как в дальнейшем можно моделировать свою жизнь и у вас это все будет хорошо получаться здесь проекта и так позиция номер три зелененький камешек смотрим вас троечки о чем здесь речь идет здесь речь идет о надеждах да здесь идет о миссии сказала миссия и восьмерка педакли да здесь речь пойдет о профессиональной вашей сфере так что здесь человек то ли ищет свое предназначение здесь идут какие-то изменения изменения состоянии вашей души что это за изменения но не вас радует однозначно это те изменения которые вы ждали здесь идет исцеление да здесь не просто идет какое-то изменение здесь исцеление от чего вы исцеляетесь от чего вы исцеляетесь так мне кажется конец года у всех идут какие-то сборы урожая здесь тоже идет нечто такое аналогичное о чем нам говорит аркану вселенная шут ну вот то есть мир и шут вселенная и шут здесь смена эпохи причем эпохи вашей профессиональной сфере либо эта сфера связана с вашим развитием духовным развитием здесь идет смена статуса на смена статуса что еще что за статус но у кого-то это может быть связано с семьей до с браком семьей с официальными отношениями а кого-то может быть статус знаете как смена поколений смена какой-то традиции это знаете это может быть когда ты передаешь вот как-то из поколения в поколение какой-то свой навык если например вас там семейный какой-то бизнес до семейный какой-то подряд такое ощущение что было одно поколение она ушло и теперь вы как будто бы становитесь ответственными и берете в свои руки то мастерство то ремесло который вот до вас использовали ваше предыдущее поколение что еще здесь речь идет о том что вы долгое время как-то вот чему-то сопротивлялись боролись да в то в чем не было развития вот и вы как будто бы решили уйти вот бросить все и уйти и вот когда вы решили знаете как будто бы смирение произошло на то есть я сложил как-то свои ручки сказать пусть будет так как будет вот когда вы только вот вы как-то смирились чем-то тогда начало произошло какое-то развитие произошла какая-то смена парадигмы. Вот мне показывают, что как смена какой-то парадигмы здесь произошла. Это как, знаете, у фильма. Фильм, я имею в виду, пленка. Фотографии. То есть есть черно-белое, а есть бело-черное. Это вроде бы тот же самый рисунок, только как-то по-другому. Как-то здесь парадигма сменилась. Я не знаю, о чем здесь речь идет. Наша любимая семерка мечей. Вы перестали бороться сами с собой. Я говорю, здесь какое-то смирение, но не в негативном ключе, что все, я уже отпустил как-то, я не знаю, руки опустились. Нет, здесь не про это. А здесь как будто бы вы им сказали, окей, такое ощущение, что у вас идет диалог с высшими силами, с вселенной, и вы говорите, окей, ты победила, пускай будет теперь по-твоему. Ну, то есть я согласен. Пускай будет по-твоему. И вам вселенная говорит, ну и аллилуйя, прекрасно. Вот давай теперь вот так будем. И вы окей, согласны. То есть здесь нет какой-то борьбы, нет огорчения, разочарования, что вот сожаления нет. А прям вот, знаете, мне показывают, как когда идет вот смена, как дежурств. Да, вот один пришел, сдал свое дежурство, сдал свою вахту, другой принял. Один дал, другой принял. Вот что-то здесь в таком роде идет. Я не могу понять, с чем это связано. Вот, но для кого-то может быть связано с профессиональной сферой, а для кого-то это вот как-то с семьей. Не просто личная жизнь там, отношения между мужчиной и женщиной, да, либо какая-то дружба, либо какое-то партнерство. Нет. А именно какая-то общность. То есть, я не знаю, может быть с ним сменили одну группу на другую. Может быть, сменили какой-то вот, здесь как будто бы один эгрегор сменился на другой эгрегор. И все идет так, как нужно. Все идет хорошо. О чем еще здесь хотел сказать? Да, что теперь пойдет развитие. Хочется сказать, вот прям дошло до твоей глупой головы. Ну, мне по-другому говорят, более грубо. Вот, что хватит уже бороться. Да, и вот вы как будто бы это наконец-таки осознали, говорите, окей, давай теперь попробую по-твоему. Да, то есть по-своему я получил, что, ну, понял, увидел, что не получается, неправильно. Давай теперь по-твоему. И вы, да, вы начали. И вам это нравится, понимаете? Здесь как будто бы что-то сменилось, и вы как будто бы, знаете, во вкус входите, говорите, блин, оказывается, это хорошо. То есть раньше я как-то, может быть, не понимала, может быть, не знала, не разбирался в чем-то. И мне казалось, что это плохо. Но теперь, когда я это попробовал сам, своими руками, а это оказывается хорошо, да, это оказывается очень даже интересно, меня это наполняет. Вы постепенно-постепенно входите во вкус. То есть то, что, возможно, ранее вы как-то осуждали, критиковали. Вот. Сейчас вас это наполняет, да, сейчас вас радует. Хорошо. Надеюсь, вы узнали свою ситуацию. Напишите потом в комментариях, вам, надеюсь, понятно, что вы должны знать, что вы должны тут знать. Ну, вам говорят о том, что правильно двигаться, ты в своем правильном, верном направлении движешься, даже невзирая на какие-то страхи, вот, все равно продолжай двигаться. А мне кажется, вам даже уже здесь и не страшно, да, здесь, ну, иногда, вот, может быть, тебе хочется, знаете, поиграться вот в эту игру, что, ой, я боюсь, да вы не боитесь, вы здесь вот прям, там, такое уже, хочется сказать, знаете, как горшок, которого прошел уже в печь, да, его обожгли уже со всех сторон, и он уже такой жаронепробиваемый, да, то есть вы уже такой человек, что вам уже здесь не страшно, вы уже нацелены на то, что, знаете, здесь человек, который набрался сил, вот, и он уже готов работать и побеждать своего вот этого вот дьявола. Причем дьявол здесь хорошей стороны, да, то есть вы как будто бы познали какую-то свою внутреннюю силу, раскрыли какую-то вот эту вот свою силу, какой-то потенциал, и вам уже не страшно, это очень напоминает, когда, я не знаю, вы пришли на новый какой-то пост, на какое-то новое место, причем руководящее, да, либо вот, я не знаю, один раз выступили перед аудиторией, там, сто человек, да, прошли уже вот эту вот инициацию, хочется сказать, и вам уже теперь не страшно, и тысячи человек, то есть количество уже не имеет для вас значения, уже, возможно, имеет качество, то есть вы уже закалились, причем вот эта вот ваша закалка, она каждый раз вам придает все больше силы и уверенности, вот мне идет такой, знаете, вот прям огонь, он уже не просто костер, а он уже превращается в пламя, то намного больше и мощнее, и силы здесь присутствуют. И постепенно-постепенно это все будет стабилизироваться. Здесь очень позитивно, я больше не буду ничего вытаскивать, в принципе, нет смысла, но я могу сказать, что вот здесь рождение, оно наконец-таки произошло, то есть, знаете, вот схватки случились, потуги, и ребенок уже родился, и вот родился, причем такой достаточно большой богатырь, который мне, знаете, чем-то напоминает Меркурия, когда я делала мифологию второго, и мы дошли до Аркана Мага, и я рассказывала про Меркурия, вот Меркурий как раз-таки как показатель скорости, что эта планета такая скоростная, говорит о том, что миф, что когда родился Гермес, он рос не по дням, а по часам, у нас в русских сказках, по-моему, тоже такое есть, когда ребенок растет не по дням, а по часам, и вот он только родился, он уже сразу пошел своими ногами, ему уже стало скучно, и он, значит, пошел покорять землю, этот Гермес, и первое, что он начал, с чего он начал, он пошел, сворвал стадо у Аполлона, у своего брата, то есть только новорожденный уже, как говорится, хитрость, ум присутствовал, как это все организовать, вот здесь вот примерно нечто такое аналогичное, то есть как вошли во вкус, потом все идет просто на масштабирование, и если даже вопросы самооценки не стоят, уверенности не стоят, вы как будто бы, знаете, как-то переключились в себя, своего состояния, каких-то переживаний, волнения, страхов, не знаю, тревожности, вины, мнительности, вот вы как будто бы ушли от этого всего и перешли, включились во внешний мир, это вот вошли, как этот, вошел в танец, танцуй, то есть пришел на танцпол, надо танцевать, все, влился, вот в это вот общество, и танцуешь, то есть, а другого выхода нет, либо там, я не знаю, бросили вас в воду, в бассейн, в море, и вот вы начали руками, ногами двигать, в конечном итоге научились плавать, и вот и поплыли, и поплыли, и поплыли, дальше уже все просто понакатаны, вот что-то здесь такое мне показано, напишите свою обратную связь, что у вас здесь произошло, я вас поздравляю, сегодня такой достаточно хороший, позитивный, кстати, поток пришел, мне это нравится, вот, и многих из вас я прям хвалю, хвалю, вы молодцы, хочу поблагодарить вас всех за ваши комментарии, за лайки, за то, что присылаете донаты, мне это очень приятно, за то, что нажимаете на супер спасибо под раскладом, мне приходит супер спасибо, меня это радует, ваши комментарии выделяются, по крайней мере, я вижу, не в каждом раскладе, но вижу, вот, если вы присылаете супер спасибо, на таким цветным выделяется, прощаюсь с вами, желаю вам всем отличной недели, хорошего настроения, до следующих раскладов, следующие два расклада будут на одну позицию, сразу хочу вам сказать, вот, всего вам самого наилучшего, пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...